Костя, сисечки! КОСТЯ, СИСИЧКИ?! ЧТО, БЛЯДЬ?! Страйки. Что мы знаем о страйках? Я лично ничего не знаю. Если бы я о них что-то знал, наверное, бы я не снимал контент, за который могут кинуть эти самые страйки. Мне прилетел не так давно первый страйк за натуралистичный контент. Я показал, как учительница избивает скакалкой учеников по попе. Этого было делать нельзя, оказывается. Я не знал. Буквально после этого через два дня прилетел второй страйк за дискриминацию бодипозитившицы, инстаграм-блогерши. Которая, как мне сказали, банит абсолютно все плохие комментарии в своем инстаграме. И про нее нельзя, в принципе, говорить плохо. А я записал, посвятил ей целое видео, ребят. У меня было время. Две недели, которые я не мог заливать видео на свой канал. Потому что, когда у тебя два страйка, ты не можешь две недели заливать видео. А если тебе прилетит третий страйк, то твой канал удалят. Я подумал над своим поведением, почитал книги, посмотрел фильмы, вкусно кушал и много гулял. Хотел бы я сказать, но на самом деле сам плакал в подушку и валялся в депрессии. Заливать с дешевым спиртным. Теперь, после всех этих событий, мой канал уже не будет прежним. Грядут большие изменения и новые рубрики, новые шоу, новые форматы. Новый Дима. Клещ. Поэтому в сегодняшнем видео мы смотрим телевизор. Новый выпуск прямого эфира с Андреем Малаховым. Ну, на самом деле он старый, я снял две недели назад, а так как нельзя было заливать видео. Вся страна ждала и гадала, какой же стала 63-летняя супруга Гогена Солнцева после пластики. Видимо, я не вхожу в число всей страны, типа, которая ждала и гадала, что же там будет с женой Гогена Солнцева. Хотя бы сейчас чувствую себя индивидуальностью. В предыдущем эфире Гоген привиновал Катерину и устроил подособку. Для тех, кто не помнит, для тех, кто тогда еще не родился, Гоген Солнцев известен одним единственным мемом. АДВОКАТ! Этот мем сделал Гогена Солнцева популярным в определенный момент времени. Сейчас же он доживает на остатках былой славы, типа, нашел себе 63-летнюю жену. Ой, Гоген, Гоген. Ха-ха-ха! Господи! Он что вкусит этот косплей на Аллу Пугачеву? Я не понимаю. Встречаем 63-летнюю супругу Гогена Солнцева. Ха-ха! Господи! Она еще и кокетка, посмотрите, ребята, этот парень облизывается. Он уже готов наброситься на нее, изнасиловать прямо на сцене. Я не первый год работаю на этой программе, зал давай. Господи, Андрюха, классные кроссы! Боже, ты купил на Лямоде на Черной Пятнице, по-любому. Андрюха-то в тренде, Андрюха, как всегда, Андрюха в моде при любой погоде. Да, ситуация у нас очень непростая. Мне... Эти кожаные сапоги, колготки в сеточку. Если у вас встал, вставьте лайк. Это печально, но все равно вам придется ставить лайк. Проблемы с покупкой нового мерча Каша? Просто переходим в инстаграм аккаунт красавицы, где ты найдешь самый лучший блогерский мерч, изобретенный за всю историю мерча. Рамочка, баночка каши и пасхалочка внутри. Новое худи, новая футболочка и три новогодних открыточки ждут тебя в нашем инстаграм аккаунте. В самом лучшем инстаграм аккаунте мерча. И это создано эксклюзивно для тебя, красавица. И для всех, кто закажет худи из новой коллекции прямо сейчас, в подарок идет новогодняя открыточка. С поздравлением от меня. Новый год уже скоро, так что торопись, моя любимая красавица. Ссылочка в описании. Камеры наружного наблюдения засняли вас, приезжающую сюда на студию Горького, в сопровождении молодого человека и... там еще более старый дед, чем она сама. Молодой человек. Что вы вкладываете в этот термин? Это совершенно нелепая случайность. Просто такое нагромождение нелепости произошло. Это иногда бывает, когда одна случайность, потом другая зацепляется. Одна случайность зацепляется с другой случайностью. И ты изменяешь своему мужу, который не муж, а просто ради этих тупых эфиров мы... Мы уродуем, мы уродуем тебя, короче. Мы делаем пластику. Гоген женился на мне, представляете? Мне 63 года. Мне уже, я уже на похороны накопило уже. Оплатило, предзаказ сделало. На кладбище место забронировало. Ну вы как бы понимаете? Жизнь она такая, шоу-бизнес он такой. Тогда многие просто подпрыгнули здесь, кто был на том эфире. Давайте посмотрим. Это я подпрыгнул. Ха-ха-ха. Блин. Ха-ха. Он ее ногами. Господи, ребят. Мне надо было начинать просмотр с того выпуска. Это серьезно. Он начал свою 63-летнюю жену пиздить ногами за то, что она изменила ему. За то, что она прошла с каким-то старым старпером. Старым старпером. Боже мой. Масло масляное. С кем ты была? Ха-ха-ха. С кем ты была? Где детонатор? Шалава оказывается. Андрей, снились ты пошла. Ты еще шалава оказывается. Такая родная мать, которая выглядит настолько же, как и своя дочь. Ты еще и шалава оказывается. Ну и, конечно, двухнедельный перерыв не ударил по моему кошельку. Поэтому, ребят, сегодня я наткнулся на канал Артема Марта. Артемка, он сам из Москвы, но сейчас живет в Испании, в Барселоне. Рассказывает своим зрителям всякие интересные истории из Барселоны, про Испанию. У него есть влогики, у него есть разговорные видео. А еще он входит в список топ-донаторов. Я уже на него подписался. Поэтому советую вам ознакомиться с его каналом. В будущем Артем планирует снимать различия между Испанией и Россией. Поэтому он свергнет Варламова, Лебедева, короче, и всех дядек, которые снимают видео про путешествия. Подпишитесь на его канал. Мне нужны деньги. Господи, это не смешно. Стрим будет сегодня 8 вечера, так что залетайте, запасайте с напитками вкусными и печеньками, пироженками. Короче. То есть вы готовы вернуться к той доброй, милой Кате, которая была до пластики, которая готовила, ждала мужа, любила... Ну конечно, я не понимаю, почему все говорят, что я стала какая-то другая. Я та же самая осталась. Я та же самая осталась. Пластическая хирургия, ботокс, подтяжки, измена... Ты знаешь, я хочу, я хочу приехать, чтобы мы с тобой поговорили. И я просто... Блять, как это мучительно. Ребят, ребят, это... Это издевательство над пенсионерами, серьезно. Женщине 63 года. В этом кадре на нее даже шапку надели, чтобы она выглядела, типа, как такая бомжиха, которую выгнал из дома свой собственный муж. И она теперь на распутье, она не знает, что делать. Нужно срочно вернуться. Вся жизнь пошла наизнанку просто. Я не к тебе хочу приехать, а к себе домой. Пошла нахуй. Мне ты нужен. Я к себе домой хочу приехать. Вообще-то это моя квартира. Я всю жизнь работала на заводе, на эту квартиру. Пошла нахуй. Ну, как я прожила? По подругам, по знакомым. Мир не без добрых людей. Есть такие организации, называются Под мостом. Там такие бочки стоят. Поджигаешь костерок, ловишь крысу, отгрызаешь ей голову. Вот ужин готов. На палочке так крутишь, короче. Очень вкусно, кстати. Крысиное мясо довольно-таки вкусное. Как куриное, только крысиное. Я смотрел в передаче по National Geographic. Я не пробовал крысиное мясо. Вы подбирали для него такая Джулия Робертс в фильме Красотка. Да? Джулия Робертс через 60 лет в фильме Красотка. Импортозамещение такое. Реально, Джулия Робертс через 60 лет, ребят. Красотка 63. Ричард Гир уже умер. Но Джулия Робертс еще жива. Находится их семейное гнездышко. Что произошло. Внимание. Илюша, это я. Открой дверь. Меня не Илюша зовут. Мы 63 года живем вместе. Меня зовут Гоген. Я, блядь, не Илюша. Я поэтому тебя бросил. Потому что я, блядь, не Илюша. Тут музыка из красотки нужна, да? Прийти вуман. Вумен данный стрит. О, здрасте. И со съемочками, да? Че ты хочешь? Че ты пришла? Я тут нового жениха себе нашел. Максима Галкина. И мы сейчас у нас. Ролевая игра. Я типа Алла Пугачева. У нас все в самом разгаре. А Максим там уже запачкался немножко. Своим ртом. Давай, иди отсюда! Иди отсюда! Иди отсюда! Иди отсюда! Блядь, с веником. Господи, что у них за ролевая игра такая, что у него под рукой оказался веник. Не подходи сюда! Почему он пиздит 63-летнюю бабку веником? Я не понимаю. Гоген, что за неуважение к этим, к старикам там деды воевали? Несмотря на то, что она его жена типа фактически, да? Она, блин, пенсионерка. Нельзя ее бить веником. Давай, спокойно поговорим. Сергей Копылов. Что за Натан? Они не имеют атаку. Кто эти люди? В твоем телефоне должен быть только я. 10 моих номеров. С которых я постоянно тебе звоню, потому что у меня уже шизофрения. Вчера я был Филиппом Киркоровым, а сегодня я Алла Пугачева. Ой, дай, пожалуйста. Что это за мужчины? Адвокат! Что за адвокат? Какой еще адвокат у тебя в телефоне? Что? Что за дела ты там ведешь с этим адвокатом? Спокойно дай посмотрю. Я хочу с тобой поговорить. Спокойно дай посмотрю. Я спокойно посмотрю. Костя-сисечки? 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 Что, блядь? Какая должна быть фантазия у создателей этого шоу, чтобы они написали в телефон этой бабке Костя-сисечки? Серьезно, это гениально. Отойди по-хорошему, пожалуйста. Илюша! Илюша, это моя квартира, боже! Боже МЧС, выбейте дверь. О нет, он начал рвать ее одежду! Нет! Это же, это же, это же шмотки с садовода, боже мой! Старая стерва! Старая стерва! Илья, не надо! Не надо, Илья! Не надо, на садоводе это стоит 200 рублей! Подстилка дьявола! Подстилка дьявола! Боже мой! Она переспала с самим дьяволом! Подстилка дьявола! Реально, боже мой! Гаген Солнцев самый смешной чувак на российском телевидении! Господи, больше трэша придумать в принципе невозможно! Он начинает харкать на нее! Блять! Ребят, это самое смешное видео, которое я смотрел! Почему я перестал смотреть телек? Андрей Малахов возвращает меня к жизни просто! Андрей Малахов возвращает мою любовь к телевизору! Когда мне было там 5 лет и у меня не было мозга, я смотрел телевизор! Но сейчас Андрей Малахов и Гаген Солнцев, они вернули веру в российское телевидение! Боже мой! Гаген Солнцев выгнал ветерана войны из дома! Просто ограбил ее квартиру! Обоссал! Обоссал ее семейные фотографии! Гаген Солнцев расстроен, ребят! Блять, я не знаю, чувствую себя деградантом! Серьезно, но это, но это смешно! Я снова пережила вот всю эту историю! Мне на самом деле очень фигово сейчас! Блять, на самом деле очень фигово сейчас! Ботокс, ботокс начинает вытекать мне! Мне фигово сейчас, ребят! Почему вы смеетесь? Боже мой! Для вас вот так, что вас плюют! Ваши вещи бросают! Да, я полностью согласен! Гаген охренел! Он скоро пойдет ссать на памятники! Срать на вечный огонь! Серьезно! Гаген вообще уже неконтролируемый! Его нужно срочно запереть в клетке! И снимать его 24 на 7! Я предлагаю создать отдельный канал под названием Гаген Солнцев! И просто транслировать жизнь Гагена Солнцева 24 на 7! Место дома 2 на ТНТ даже! Вот так вот! Это будет гораздо интересней! Это ее квартира! Ха-ха! Это ее квартира! Про что я и сказал, ребят! Гаген Солнцев отжал квартиру у 63-летней пенсионерки! А ее выставляют в таком свете, как будто она типа изменщится и... Блять! Серьезно! А мне кажется, что просто, может быть, многие пары забудет вот такие... Такие наряды, как сегодня Катя пришла... Многих заводит? 63-летней бабули! У-у-у! Горячо! Горячо! Да! Меня так заводит песок, который с тебя сыпется, когда мы занимаемся сексом! Ах! Мне нравится наряд! Очень оригинально и смело! Спасибо за то, что дали мне сказать! Мне заплатили 500 рублей, а еще дали сказать реплику! Поэтому мне все нравится! Должна музыка играть Рамштайн! Эээ... Из СОНРИЗОНТЕ... Вот это вот. Очень извиняюсь за свои не сдержанные, так сказать, эмоции. Гайген, да ты напоминаешь персонажа из Мортал Комбас в такие моменты. Екатерина, извини, пожалуйста, тоже. Екатерина, извини за то, что нажал на кружок и пнул тебя ногой в лицо. Это я случайно. Задел кнопку. Извините меня, пожалуйста. Он крест даже сегодня надел, чтобы, типа, чтобы даже Бог его простил. Этот человек не имел с ней секса, по крайней мере, с ее слов. Это, наверное, так, потому что мы тоже выяснили, кто этот таинственный незнакомец. Хочу сказать, что он адвокат, как, наверное, ты тоже уже выяснил. Ха-ха-ха! А-а-а! Гоген! Вот оно и вернулось к тебе! Ты думал, мемы, они даются просто так, да? Это карма, он адвокат, господи! Вы можете, я не верю в это. Мужик, с которым изменила 63-летняя бабушка, жена Гогена Солнцева, оказался. АДВОКАТ! Знаете, как, не умом думаешь, не разумом, а эмоциями, чувствами. Это лишь говорит о том, что я люблю очень сильно Катю, но не готов простить ей те вещи, которые выходят за рамки моего вообще понимания. Тем более с адвокатом, с адвокатом, с кем угодно, но не с адвокатом. Господи, когда я кричал адвокат на том самом выпуске, в той самой передаче, я и подумать не мог, что моя жизнь так круто перевернется из-за одного слова. Адвокат. У вас хоть раз была интимная Блица за это время? Да, Ген, я еще раз вам повторяю, чтобы, как бы, эти вопросы более не повторялись. У меня со всеми доверителями. Я адвокат. Я не похож на профессионального актера, у которого поставлена речь. Я не кашу под Сильвестра Сталлоне. У меня профессиональные доверительные отношения с вашей бабушкой. Она же ваша бабушка или жена? Я запутался. Возможно, операция и пошла на пользу, но поведение немного изменилось. До и после, посмотрите. До этого она была просто обычной российской бабушкой с пенсией в 8000 рублей больными коленками и неразгаданными кроссвордами, конечно же. А сейчас она превратилась в Мерлин Монро. Она даже платок перестала носить. У нее не только изменилась внешность, но и вкусы. Если хотите, смотрите оставшуюся часть выпуска на канале Россия 1. Мне, серьезно, я не могу это до конца смотреть. То, что я увидел сегодня, был полный пиздец. Не буду приукрашивать, искать какие-то слова. Это полный пиздец, который пора заканчивать. Но мне понравилось, реально. Дьявольская подстилка и прочее. И то, как Гоген харкал в эту бабушку. Ребят, по традиции, собираем 10000 лайков и я смотрю еще один выпуск прямого эфира с Андреем Малаховым с Россия 1. А я пошел искать свою 63-летнюю бабушку с квартиры в Москве. И надеюсь, она будет мне изменять для того, чтобы я харкал с балкона на нее и выкидывал в шмотки с садовода. Да. …